Очистительный огонь роковой! Под звуки фанфар и гром аплодисментов на горе Митридат стартовал 19-й ежегодный международный фестиваль античного искусства «Боспорские огоны» под девизом «На крыльях истории». Фестиваль «Боспорские огоны» несет очень серьезную историческую составляющую понять, кто мы, наше место на земле и почему нам выпала такая миссия. Мы слетелись на наш фестиваль. Наши друзья, конечно, не все, потому что очень много лиц красивых было, но главные, основные, те, кто всегда был, Василий Семенович Лановой, Александр Голобородько, Владимир Коренев, Евгений Воскресенский и так далее, и так далее. Но есть и новых много лиц, которых мы рады видеть, которых мы любим. На Пританее закружились в танцы артисты Государственного академического музыкального театра Республики Крым, следом за которыми появились статные воины с факелами в руках. Особый восторг зрителей вызвало выступление Александра Благова, в руках которого церемониальный огонь рисовал причудливые узоры в ночном небе Пантикопея. Открывали фестиваль члены жюри, заслуженные деятели искусства и культуры. В этом году они предстали в роли греческих богов, сошедших с Олимпа, чтобы наградить керчан бесценными дарами. Первым на сцене появился бог огня Гефест, в образе которого выступил народный артист России Юрий Васильев. Олимпиец благодарил организаторов фестиваля и пророчил боспорским агоном долгие годы процветания. Актер театра и кино Евгений Воскресенский исполнил роль проказника Диониса, явившись керчаном в сопровождении сатиров и нимф, которые угощали зрителей вином и фруктами. А вот на сцене появились статные лучники, следом за которыми на землю Притонея спустился царь земных дорог Гермес, роль которого исполнил народный артист России Владимир Коренев. По традиции, после прочтения клятвы гости испили священных кубков вина, чтобы вместе принести жертву богам, окропить священную землю крымским вином. Почетное право исполнить обряд предоставили первому заместителю министра культуры Крыма Татьяне Манежиной, заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову и артистке Ларисе Лужиной. Жертву приглашения на крымскую землю! Конечно, нельзя не упомянуть постоянного гостя фестиваля, всеми любимого народного артиста СССР Василия Ланового, без которого, наверное, боспорские агоны уже невозможно себе представить. Василий Семенович прочитал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Зрители, члены жюри, артисты все застыли в гробовом молчании, внимая его голосу. Дух этот не проходит, и я хотел бы, чтобы на 20-м фестивале мы вновь встретились на этой же горе. Ура! Ура! Завершилась церемония открытия 19-го международного фестиваля античного искусства спектаклем «Икар» Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Напомним, что именно эта постановка стала обладателем Гран-при в прошлом году. История о простом греческом парне, мечтавшем воспарить над землей, и стала лейб-мотивом боспорских агон в этом году. Напоминаем, что фестиваль проходит в Керчи с 9 по 14 июня. Алена Свистельникова, Николай Пырх. Специально для Керчнат ТВ.